В эфире проект Смотри Хабаровск. В студии Виктория Пильник. В эфире проект Смотри Хабаровск. В студии Виктория Пильник. Да, абсолютно правильно. В ноябре произошли изменения в патентной системе на вложения, был принят 373 закон федеральный, который внес в налоговой кодекс дополнительные возможности для предпринимателей. Это все было сделано, чтобы переход от ЕНВД к другим системам на вложениях, в том числе и патентной, было достаточно плавное и удобное. Скажем так грубо, для индивидуальных предпринимателей патент становится аналогичен ЕНВД. Принципы одни и те же. Но не все же смогут перейти на патент. Кому все-таки будет доступен переход с 2021 года? Здесь надо смотреть наш закон Хабаровского края 308 о региональных налогах и сборах. Там определены виды деятельности, которые могут применять патентную систему на вложения. Их около 67 видов и подвидов. Они все внесены в наш закон и указаны под предельно возможный допустимый доход, который на следующий год устанавливает Краевая дума. Вот надо просто посмотреть, подпадает этот вид деятельности, который вы осуществляете, с теми видами, которые внесены в Краевой закон. И второе, посмотреть, как вы платили на ЕНВД ставки налога и те, которые установили по патентной системе. Если подходите, то можете применять. Нюанс еще в чем? Патент применяется только индивидуальными предпринимателями. Могут его применять индивидуальные предприниматели, которые имеют не больше 15 работников. И также рекомендую посмотреть, в патенте есть предельная сумма дохода, которую предприниматель может получить, находясь на патенте. Если сумму больше 60 миллионов рублей заработал по видам деятельности, которые на патенте, то предприниматель прекращает применять эту систему и уходит либо на общую, либо на упрощенную. Если упрощенная, у него было уведомление в налоговом органе подано. Поэтому вот эти базовые вещи надо смотреть и выбирать, подпадаешь или не подпадаешь под эту систему. Ну, если кратко, то кто из предпринимателей, чей вид деятельности точно сможет перейти на патент? Ну, 67 видов. Это услуги различного характера. Ну, парикмахеры. Парикмахеры, таксисты, автоперевозки, торговля. Если в прошлом году было до 50 квадратных метров, то новый закон федеральный уже расширил до 150. Общественное питание, автостоянки, различные автосервисы и прочее. В прошлом году основными видами деятельности по патенту – это была сдача в аренду недвижимости. Кстати, с следующего года уже будет не просто своей аренда недвижимости, сдача своей недвижимости в аренду, но и субаренду. То есть арендуешь у кого-то и сдаешь ее, тоже можешь патент применять. Единственный нюанс. Еще появилась возможность применять патент четырем видам деятельности, которые в региональный закон у нас не внесены. Такой переходный период был дан предпринимателям федеральным законом. Кто на НВД применял виды деятельности торговля больше до 150 квадратных метров, общепит до 150 квадратных метров, оказание услуг автостоянок и ремонт автомототехники и автомойки. Вот в законе Хабаровского края эти виды деятельности не внесены пока еще. Но на первый квартал они могут применять патент по методике расчета предельно возможного дохода, который в федеральном законе определен. То есть вот эти четыре вида деятельности, даже не внесенные в наш закон, тоже в первом квартале. А в первом квартале уже наш закон будет откорректирован, эти виды деятельности будут внесены. Надо еще посмотреть, там есть ограничения по потолку применения тех или иных физических показателей. Ну, например, применение такси, не больше восьми машин, если ты имеешь. Ну, то есть это тоже посмотреть эти вещи. Ну, потому что от крупности, да, зависит как от площадей, так и... Спецрежимы для малого бизнеса. То есть, почему ЕНВД ушел со сцены? Его стали для уклонения от уплаты налога применять крупные компании. То есть вот эти торговые сети, аптечные сети и прочее, они применяли по магазинам своим ЕНВД. Хотя у них были десятки торговых точек. Вот патент, конечно, не даст это в силу своих ограничений, но они будут применять другие уже системные уважения. Ну, мы как горожане, мы очень волнуемся за инфраструктуру нашего города, чтобы появлялись небольшие магазинчики, любимые кофейни, небольшие, да? Вот для них станет проще? Для них как было просто на ЕНВД, так и будет просто. Вот ЕНВД отличался... Почему патент в торговле сильно не шла и общепит? В патенте не было одного такого нюанса, уменьшение стоимости патента на уплату страховых взносов заработников и самого предпринимателя. Вот в ноябре федеральный закон дал эту возможность. И теперь практически аналогия стала ЕНВД и патент. Поэтому те, которые были, они уже смогут патент по той же схеме, что и ЕНВД применять. Ну, а новые, конечно, удобнее выбрать патент. Ты знаешь, сколько тебе платить в течение года и соблюдай эти... А вот страховые взносы, вы как раз затронули вопрос. А какие именно виды страховых взносов можно будет в виде льготы такой использовать и вычесть из налога? Это если предприниматель не имеет наемных работников, то свои, полную свою сумму фиксированного страхового взноса. Если имеет наемных работников, то 50% уплаты страховых взносов. Страховые взносы – это уплата в пенсионный фонд, фонд состального страхования и медицинского страхования. Здесь нюанс надо понимать, что уменьшаешь ты стоимость патента на сумму уплаченных. Не начисляемых которых в конце года, там один раз фиксированная сумма, например, начисляется до 31 декабря, надо уплатить. А именно сумму уже уплатившую. Поэтому для удобства, когда предприниматель получает патент и видит сумму, которую он должен уплачивать, сам патент же можно уплатить, если берешь его на 6 месяцев, то вплоть до последнего дня пользования патентом. Если берешь на 12 месяцев, то треть в течение 90 дней. И оставшиеся две трети – это тоже вплоть до последнего дня. Но вот чтобы уменьшить сумму платежей по патенту, надо уменьшить по уведомлению налогоорган сумму, которую ты уже заплатил. Поэтому я предлагаю равномерно уплачивать страховые взносы и равномерно уменьшать стоимость патента. Это будет такая правильная вещь. И у тебя до этих размеров можно сумму патента уменьшать. Это все-таки вы говорите сейчас в форме рекомендации или это требование? Вот уплачивать по квартально, например? Это рекомендация. Потому что если ты уплатишь страховые взносы после патента, после завершения, то ты не уменьшишь. Поэтому лучше сначала страховые уплатить, а потом уменьшить на эту сумму стоимость патента. Такой будет приятный бонус где-нибудь к концу года, да? Это просто удобнее, меньше сумму заплатишь в бюджет. По поводу расчетов. Как будет рассчитываться налог в 2021 году? По старой системе ты еще должен будешь заплатить? Или уже сейчас в декабре приобретаются патенты? И как это было раньше на патенте? Ты покупаешь, да? И до следующего декабря живешь спокойно? Ну да. Удобнее, конечно, взять патент на максимально 12 месяцев. Ставки уже определены. Это 6% от предельно возможного дохода. Предельно возможный доход тоже определен в законе Хабаровского края или для четырех видов деятельности в федеральном законе. Сроки уплаты тоже, вот как я сказал, тоже определены. Поэтому все ты знаешь. Правильно рассчитываешь, вовремя уплачиваешь. Ставка – это 6% от предельно возможного дохода. Все достаточно просто. Есть у нас сегодня начал работать калькулятор по налоговым режимам на сайте налог.ру. Определяешь свой вид деятельности, заходишь, там вводишь все эти реквизиты вида деятельности, и тебе помогает просто посмотреть, какой расчет будет. Я, наверное, сразу скажу, на патент подается заявление, до 31 декабря надо его подать. В заявлении, вот самая такая ошибка наших предпринимателей, ошибаются, неправильно указывают физические показатели, по которым, ну, собираются применять патент. Это какие? Автомобили, их мощность, вот в зависимости от чего по виду деятельности рассчитана сумма. Площади, если там торговля и общепит, как вы говорите, вот для каждого вида деятельности показатель, на который рассчитывается стоимость, она как бы вот определяется в зависимости от этих нюансов. Если ты перевозками занимаешься, то от автомобилей количество или от грузоподъемности. Так вот, главное заявление о патенте не ошибиться. Осталось немного времени, если ошибка будет, то патент не выдадут, а уже год начнется новый. Поэтому вот заполняться надо все правильно, право устанавливающим документом. И что тогда случится? Получается, ты уйдешь автоматически на ОСН или общую систему? Если не было уведомления о переходе на ОСН, то ты останешься на общей системе налобложения. В отличие от упрощенной системы налобложения, которую выбираешь раз в год, патент можно выбрать, он ежемесячный, налоговый период у него, можно в течение следующего года опять подать заявление на переходе на патент. Ну, то есть уже с февраля, там, с марта. Но январь, например, придется по общей системе налобложения уже оплачивать. А это, ну... Деньги лишние, как-то не хочется, да? Проблема, наверное, не в сумме налогов, а в количестве, многоотчетности. Вот почему упрощенную ввели? Расчет простой, количество отчетности минимальное, ну и как бы достаточно широкий круг налогоплательщиков может разобраться в этой системе. Ну, а общая система – это серьезная вещь, поэтому, конечно, мы хотим, чтобы налогоплательщики выбирали простые системы налогоплательщиков. Не усложняйте себе жизнь, уважаемые налогоплательщики. Не усложняйте себе жизнь налоговым органам, потому что, ну, ошибки любые налогоплательщики – это контрольные мероприятия, это вызовы, допросы, опросы, почему те или иные вещи сдали, не сдали. Ну, вплоть до того, что если не сдашь отчетность, блокируют операции по счетам. Поэтому надо все определить сейчас. До конца года. Вы несколько раз упомянули величину максимально возможного дохода. Будет ли она определена так же и в 2021 году, как это было ранее для потенщиков? Ну, краевые законодатели могут менять краевой закон достаточно так. В зависимости от необходимости в любой момент может поменять. Например, вот точно должно быть изменено законодательство в первом квартале, потому что сейчас не все виды деятельности в краевом законе, которые есть в федеральном, отражены. Поэтому менять могут и ставки могут поменять. Но на 2021 год уже вот по тем видам деятельности, которые уже внесены, они в ставки уже определились. Если сейчас взять этот патент, то ставки для тебя не поменяются. Поэтому уже сейчас мы и говорим, что можно уже просчитать весь год вперед. А есть уже определена максимальная граница по Хабаровскому краю? Это какая величина? Ну, я же говорю, виды деятельности разные. А, для разных видов деятельности? Могу сказать. Ну, буквально назовите, вот интересно, вот для основных таких... Объект розничной торговли, мы посчитали 45 квадратных метров в год, будет сумма по установленным нашим краевым законам 224 тысячи рублей. 6% от максимальной суммы. 45 квадратных метров, то есть это вот по метрам считается. Но дальше идет, вот как мы с вами говорили, уменьшение страховых взносов. Если есть наемные работники, можно на 50% уменьшить, то есть будет уже 112 в год. Если сам один предприниматель, то будет 183 тысячи в год. Вот точка 45 квадратных метров в месяц будет платить, ну, 15 тысяч рублей. Если нет наемных работников. Поэтому надо вот все это понимать, все рассчитывать. Каждый вид деятельности, он свой. Своя ставка предельно возможного дохода, так называется вот эта сумма. 6%, ну, а страховые уже тоже человек сам рассчитывает. Сергей Викторович, интересно, а вы уже проводили какую-то сравнительную оценку. Меньше ли будут платить таким образом предприниматели вот той же розничной торговли? Они будут платить немножко больше. Но как и в патенте, как и в ЕНВД, есть коэффициенты дефлятора, которые каждый год увеличивают базовые ставки. Поэтому если бы ЕНВД сохранился, то, наверное, бы они платили примерно то же самое. Ну, то есть переходный период в 21-й год точно роста не будет. Единственное, что по ЕНВД не устанавливался коэффициент дефлятора на следующий год. Поэтому буквально так сравнить невозможно. Каждый год ЕНВД рос. То есть он бы точно так же вырос в 21-м? В 21-м вырос, да. Поэтому, я думаю, ничего не изменилось. Надо предпринимателям смотреть на патент более внимательно. Упрощенная система учетов надо вести доходов и расходов. Есть очень много полномочий, насколько я понимаю, услышала от вас о том, что много полномочий на уровне краевом теперь будут устанавливаться. Это как раз и максимальный доход, и площади. А как здесь ведется взаимодействие у ФНС и правительства Хабаровского края? Ну, мы входим в все рабочие группы, которые рассматривают изменения в это законодательство наше краевое. 23 ноября был федеральный закон принят. И, соответственно, сейчас надо посмотреть краевым законодателям, ну и правительству Хабаровского края, как снова модернизировать наш краевой закон с тем, чтобы все виды деятельности, которые на федеральном уровне были в нашем законе возможны к применению к патенту, чтобы те предельные показатели достижения, по которым можно применять патентную систему, тоже в нашем законе были перенесены. Ну, может быть, и установить другие предельно возможные размеры дохода, с которых рассчитывается налог. Скорее всего, в первом квартале будет вноситься изменение в наш краевой закон. Только это и нужно хотя бы для тех четырех видов деятельности по торговле и общепиту, и автостоянкам, и авторемонту, которые еще не внесены, это от 50 до 150 квадратных метров площадей. Поэтому над законом сейчас работа ведется. Предприниматели дают свои расчеты предельно возможного дохода, на основе своих хозяйственных деятельностей. Правительство края свое смотрит эти расчеты. Налоговые органы тоже участвуют в этом. Анализируется информационная система налоговых органов, тоже показатели по этим видам деятельности. Поэтому будет такой всем удобный и оптимальный вариант, наверняка примен. Поэтому здесь надо просто подождать. В первом квартале, скорее всего, будет изменен закон, улучшится. Нам важно знать, что предприниматели участвуют, и права их будут здесь соблюдены. Предпринимательское сообщество сейчас активно во всем участвует. Они привлекаются во все комиссии, во все совещания, где обсуждается правоприменительная практика и изменение законодательства. Поэтому я тоже могу сказать так. Предпринимательские сообщества же участвуют. Надо вступать в предпринимательские сообщества. Если что-то кого-то не устраивает, неудобно, соответственно, предпринимательские сообщества будут защищать эти интересы. Надеемся, действительно, все комфортно разрешится. Будем ждать первого квартала. 31 декабря. Напомню, последний день подачи заявлений на патенты. Еще раз напоминаем. 31 декабря. У нас в гостях был Сергей Викторович Ефремов, руководитель ФНС России по Хабаровскому краю. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш инстаграм, khv.tv. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно будет посмотреть на YouTube-канале телеканала «Хабаровск». А с вами была Виктория Пильник. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok